Привет всем, кто любит наш город и хочет узнать о нем как можно больше. Это акция Пермь. Встретимся. Каждый четверг мы назначаем пермякам места встреч и вместе с ними создаем архив новейшей истории нашего города. Подключайтесь и вы к нашей группе арт-креведов. Памятник, у которого мы встречаемся сегодня, с одной стороны, очень простой, посвящен собаке-спасателю, а с другой стороны, очень неоднозначный. Таким количеством версий о своем происхождении не каждый монумент может похвастаться. Это собака породы водолаз. Порода была выведена в Шотландии и применялась в различных спасательных операциях. Эта порода называется водолазом, потому что они часто спасают людей из воды. Они могут нырять на глубину до 30 метров и могут броситься на помощь человеку. Даже без тренировки, если видят, что человеку нужна помощь, если он тонет. Я слышала, что этот памятник установили в честь собаки, которая мальчика с пустаном от Велихинского хода. Памятник создан в 95-м году в память советскому кинологу Янисе Мардоксе. Он также организовал первый в крае и на Урале, первый в городе и на Урале, тренировку собак-спасателей в 85-м году. Памятник был перенесен сюда окончательно в 2010-м году и поселился здесь и находится по сей день. Я слышала, что этому памятнику придумали кличку «Полкан». На самом деле, эта собака зовут Раймонда. У этого памятника есть свои прототипы. В Италии, США и самый известный в Японии, наверное, все знают памятник Хатико, самой преданной собаке. Этот памятник должен людям напоминать о том, что собака друг человека. Он выполняет свою определенную роль. То есть, можно сказать, ночами он охраняет этот парк от различных вандалов. Есть некое поверье насчет этого памятника, что когда у вас потерялся какой-нибудь домашний питомец, предположим, кошка или собака, нужно прийти к этому памятнику, усесться по третьему лапку и про себя попросить, чтобы ваш домашний питомец нашелся. Я бы себе, наверное, старался завел такую большую мактатую штуку. Вот. Но, честно говоря, не знаю, насколько у меня получится с ней ужиться. Если бы мама не разрешила, я бы такую дома себе собаку завела. Порой человек, даже близкий, не всегда может понять, когда нам плохо или у нас что-то болит. А наше домашнее животное, в частности собака, она всегда подойдет своему хозяину, оближет его, утешит. Можно просто прийти в этот парк, усесться рядом с этой собачкой и немножко посидеть, и вам станет намного легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А прямо сейчас назначаю новое задание и новое свидание. Собирайте информацию о памятнике самым любимым советским киногероям. Трусу, балбесу и бывалому. Буду ждать вас возле этого памятника в этот четверг, 26 июля в 19.00. В Пермь. Встретимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова